Всем привет, друзья, с вами Диодан. Сегодня у нас шестая серия прохождения Ноу 1404. Дай себе знать, когда придет время. Да, привет, брат. Я напоминаю, что мы по-прежнему сидим на той миссии, где необходимо заниматься спасением детишек. Все никак я не могу и завершить. Давайте посмотрим на задание. Я слишком поспешил. Да, я понимаю, погоди мне почему-то... Почему-то очень громко играл, включилась. То есть, достигнете стадии появления патрициев, пропавшие дети по корсарскому следу. Хотя, давайте мы знаете, что сделаем. Попробуем продать ему железо, камни, тряпочки всякие интересные. Может быть, он их купит. Я на это очень сильно рассчитываю, потому что с деньгами у меня сейчас большие напряженки. Посмотрим в целом, как себя чувствуют наши ребята. Рыбы нет. Слушайте, еда закончилась? Да, еда закончилась. Это совсем нехорошо. Так, строим две хижины рыбака. Проводим к ним дорогу. Все, по идее, мы должны возобновить уже производство всего этого добра. Я, признаться, не знал, что миссия так затянется, поэтому немножко расхлябанно относился к постройке своих зданий и прочее, прочее. Хорошо. Слушайте. Будем торговать. Так он все, что ли, покупает? Я очень рад. Слушай, дружище. Давай-ка мы еще попробуем, наверное, торговый путь провести, да? С канатами. Канаты как-то у нас производство 100%, наверное, не так уж и много, да? Еще есть время. Да, время еще есть. Я это все прекрасно понимаю. В общем, главное, чтобы сейчас нам рыбы хватало, потому что она постоянно заканчивается. Ну, смотрите, со специями. Нам сейчас надо посмотреть, успеем ли мы. Так, сколько у нас здесь специй? 13 штук, 13 штук хватает. В общем, моя задача узнать, хватает ли специй во время одного заезд корабля. Ну, вроде бы, да. Можем заметить, осталось построить всего лишь таверну. Таверна, таверна, таверна. Требуется 20 камня. 15 единиц тревесины. И вот, да, наш корабль же прибывает. И сколько здесь у нас специй? 32 штуки. О, ребята, ребята, слушайте, специй у нас очень даже много. Плюс еще Аль-Захир покупает всякие шмоточки. Вообще супер. Не, ребята, мы без денег не останемся. Так, и смотрим. Осталась одна единица камня. Все. И таверна, таверна. Куда бы ее поставить только? Наверное, вот сюда я ее поставлю. И сейчас прям пойдет буйный рост населения. Благо, у нас есть большое количество инструментов. Ну вот с древесиной все, все беда, беда, беда. Давайте, наверное, очередную лесопилку построю. Наверное, куда-нибудь сюда ее влеплю. Проводим, соответственно, дорогу. Деревья сажаем. Здесь тоже сажаем 100% и 57%. Нет, мне надо 87%. Здесь 91, 87. Все нормально работает. Ну и что, когда у нас уже пойдут повышения? Вроде бы всего хватает. Права на развитие выдаются. Все, ну наконец-то. Тут такое дело. Знали бы мы, что голодных ротов окажется так много. У нас почти все. Так, стоп, а по-моему, там для повышения... До по 30... Да-да-да, дружище, я понял. По-моему, там до повышения по 30 необходим камень, если мне память не изменяет. Поэтому давайте, что мы с вами сделаем? Построим очередную каменоломню. Где она здесь у нас находится? Да, вот она, хижина. Так, автоматическое сохранение. Да, сохранена. Да-да-да, я все понял. И не хватает нам строительного материала. Ну что, тогда пройдем дорогу сюда. Возвращаем ее обратно. Все хорошо. Контура... А теперь мне стекло необходимо, да? Понятно. Ну, в общем, дома сейчас что, должны у нас постепенно повышаться. И на это очень сильно рассчитываю. Да, так и есть. Требуется нам все-таки камень. И камню требуется огромное количество горожан, готовых к улучшению. Все понятно. Ну, смотрите, один корабль курсирует. Хотя, мне, наверное, понадобится еще один корабль. Ладно, давайте мы пока что займемся проблемой Корсара. Передайте начальнику горных работ... А, еще можно передать грамоту Аль Захира. Я совершенно про это забыл. Так, ну что у нас там с канатами? Забрали, наконец-таки, канаты. 12 штук их у нас есть. Инструментов... Инструментов 50. Нет, ребят, мне по-любому надо строить верфь. Малый склад. Хотя, можно малые склады влепить. Вот так вот, да? Ну и заодно... Нет, домплотника не надо. Где у нас верфь? Контора начальника порта. Вот, малая верфь. Четыре камня требуется. Начальник, здесь я. И до того, что делается в моих шахтах, есть дело только самому султану и великому визирю. Ясно вам? Эй, товарищ, не дерзи. Понял? Письмо великого визиря? Давайте его сюда. Великий визирь повелевает оказывать вам всяческое содействие? Вам? Чужакам из западных стран? Во имя Аллаха. Я обязан подчиниться приказу великого визиря, но я настаиваю на возмещении ущерба. Хорошо. Мы тебе возместим весь твой ущерб, скажем так. Мне только надо верфь построить. Видите, камня постоянно не хватает. Три единицы. Так, что там у нас еще? Сколько требуется для постройки малой верфи? Четыре единицы камня. Ну, давай. Вот так вот всегда будет не хватать. Можно, конечно же, запретить развитие, но... Как-то пока что не охота. С другой стороны... Давайте мы на время запретим все это добро. Подождем, пока появится побольше камня. Все, камень у нас есть. Соответственно, строим малую верфь. И теперь заново выдаем права развития. Все, отлично. Пойдут у нас теперь повышения. Что нам требуется для корабля? Так, так, так. Пять единиц пряностей. Раз, два, три, четыре, пять. И десять инструментов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, возвращаемся обратно. Заберем обратно... Ой, пардон за тавтологию. Заберем детишек. И вот они, дома Патриции. Ба, и хлеб есть. Потребности в напитках. Пиво. Ну, полотняны у нас все хорошо. Вера, церковь. Слушайте, канат... Мне, по-моему, здесь не хватает уже этой одинокой конторы. Давайте дадим ей повышение. Потому что, ну, правильно, тут одна контора обслуживает, считайте, все вот эти предприятия. Теперь мне понятно, почему так быстро ступорится наше производство. Дети здесь. Но где мое вознаграждение? Вот. Так забирайте же их во имя Аллаха. И еще возьмите этот подарок. Надеюсь, что из-за меня больше не будет проблем ни у вас, ни у великого визита. Боже, милосердный. О, чертово дерьмо. Боже, милосердный, у нас денег нет совсем. Так, что-то у нас в производстве корабля. Надо быстро его произвести. Загрузить кучу всякого добра. А что мы продадим? Инструментов, наверное. Нет, стой, погоди. Вот так вот. Инструменты забираем. Куча железа у нас вообще появилась. Пару тряпочек. Ну и все. Я думаю, этому варвару с востока этого хватит. Так, ну что, детишки возвращаются обратно. Давай, 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 родной. Все, передаем. Этих детей заставляли надрываться в шахте? Какой позор. Я лично прослежу за тем. Слушайте, ну как нам повезло, что брат Хилари-то адекватный монах. Это очень хорошо. Так, ну и побыстрее. Корабль, 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 корабль. У меня для вас необычнейшие товары. Ну, конечно. Все. Отлично. Теперь у нас есть деньги. Ну что, какой следующий план? Наверное, вот этот кораблик небольшой я отправлю в гости к Корсарам. Распрощаться со своей Икарой я пока что не хочу. Но и можно, по идее, новый торговый путь вылепить, да? Отсюда, сюда. А, нет, нет, стоп, погоди. Проложить маршрут торговый путь вот так и вот так. Что мы будем отсюда загружать? Наверное, инструментов. Я не знаю, штучек 10. Сюда будем их тоже обратно разгружать. Разгружать будем инструменты. Или стоп. Стоп, 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 погоди. Мы, наоборот, здесь загружаем 10 инструментов. Да, все. А здесь мы их разгружаем. Я, ребята, пардон. Я уже начинаю тупить. Что еще можно им продать? Железо. Давайте тоже 10 железок. Блин, я надеюсь, что мне хватит всего этого добра. Ну и железо мы здесь будем разгружать тоже десяточку. Добавляем корабль. Вы обнаружили остров другого игрока. Икара, каравелла. А куда ты плывешь, дружище? Нет, ты вот тут, ну вот этот путь идти. Стой, погоди, Икара, Икара. Ты ищешь детей? Ну все мы что-то ищем в этой жизни. Например, я на волосок от того, чтобы искать с тобой ссоры. А ну пошел вон. Не смей здесь шнырять, собак. Не суй свой нос не в свое дело, чужеземец. А не то может случиться, что нос твой исчезнет. Прямо как дети. Понятно, ты не особо настроен на дружелюбие, скажем так. Ну ладно, ты потом пожалеешь об этом, дружище. Я тем временем что делаю? Строю дополнительную церковь. Так, вот таверна у нас здесь. Я опасался, что все окажется не слишком просто. Нам нужно выработать план, как освободить бедных детей. Слушайте, а малая норня. Ага, обновить ресурсы. Но пока что здесь ресурсов хватает. Много темных делишек на совести Хасана Бен Сахида. Но торговать не просто людьми, а невинными. Угу, тебе значит необходимо оружие. Оружение, требуется железо. С Хасаном Бен Сахидом шутки плохи. Давайте же соберем все силы и приготовимся к его нападению как следует. А, смотрите, вот что еще могу продавать. Загружаемся канатами. Разгружаемся канатами. Все. А железо нет. Железо я не буду продавать. Железо мне саму, наверное, необходимо. Инструменты 29 штук. Так, он у нас загрузился. Мы посмотрим, сколько принесет нам эта прибыль. Вы принесли знак вашей дружбы? Да. Считайте проекты этих зданий. Подай имя Аллаха. Хасан Бен Сахид должен освободить этих детей. Военные корабли в обмен на ковры. Отличная перспектива. А что нам требуется? Производит шелк. Производит индиго. Шелк индиго требуется. Собственное плодородие. По идее, я могу сюда провести дорогу, да? Дорога, дорога. Да, она идет очень хорошо. Все, построим еще дополнительную контору. Где-нибудь здесь. И теперь мне не хватает инструментов. Значит, что я могу сделать? Сейчас корабль наш загружается. А, хотя у нас есть Посейдон. Поэтому давайте я с Посейдона возьму парочку древесины. Парочку инструментов. Отправлю их обратно. Слушайте, как хорошо, что я построил все-таки себе верфь. А наш малый корабль загружается. Сколько он там взял? У нас 21 канат. Ну и посмотрим... Великолепно! Насколько ты у нас наторгуешь. Все? 1134. Слушайте, ну... Так в целом неплохо. В целом, в целом, в целом все у нас хорошо. Продолжает появляться в городе Патриции. Пряностей вам, ребята, хватает? Да, с пряностями перебоев нет. Слушайте, как-то быстро корабли ходят. Я себе не могу к этому привыкнуть никак. Теперь мы что здесь делаем? Строим шелковичную плантацию. Требуется собственное плодородие. Слушайте, куда же тебе влепить-то? Ладно, построю я еще одну норню, наверное. Вот так вот мы ее поставим здесь. Ну и ковровая мастерская, соответственно, да? Строительная область заблокирована. Мы здесь размещаем наши... Плантации не совсем удачные. Я их разместил, конечно же. Ну ладно, это мой косяк небольшой. Ладно, пусть хотя бы так будет. Я не думаю, что там нам потребуется прямо-таки... Прямо-таки большое количество ковров. Вот с плантациями индиго сейчас я их тоже размещу. Тут я уже... А, и мне недостаточно монет. Все понятно. Ну, корабль сейчас наторгует. Слушайте, а с канатами-то большая беда. Канатов не хватает. Не так уж и много нам. Всего 600 монет. Ну ладно. Размещаем еще тут пару плантаций. Давайте еще одну дополнительную я тут построю. И, соответственно, мы с вами возвращаемся до дороги. Все. С этим добром мы разобрались. Инструментов у нас хватает. Посейдон возвращается обратно на базу. Ну и... Какая ситуация у нас здесь? С ресурсами, в частности, вот что меня интересует. Есть большое количество тряпочек. Камня постоянно не хватает. И рыбы очень много. Слушайте. Ну вот сейчас как раз корабль прибывает. Ой-ой-ой, нет-нет-нет-нет, стой. Иди на торговый маршрут. А, ты просто ждал своей очереди. Понятно. Все-все-все. Я уж совсем испугался, что опять немного накосячил. Но я думаю, что тут мы не так уж и много будем получать. Хорошо. Будем. О, да. Продаем железо. 459 и 162. Да. Мы торгуем вообще очень даже невыгодно. Что нам приносит Патриция с деньгами? 940, минус 1050 и минус 140. Что-то там у нас еще требует. Ну что, давайте побольше хижин. Я слишком поспешил. Давайте побольше хижин построим. Рыбы у нас, во всяком случае, большое количество. То есть недостатка в продовольствии я не испытываю, как вы можете заметить. Поэтому забираем 50 единиц. Кстати, мы можем, не знаю, построить дополнительные рыболовецкие хижины и торговать сугубо рыбой. Почему бы и нет? Ну, посмотрим, сколько нам... Вы интересуетесь драгоценностями востока? О, всего 656. Очень хорошо. Да, как-то не особо выгодно торговать рыбешкой с этим товарищем, да? Инструменты у нас постоянно забираются. Нет, надо удалять отсюда инструменты. Ибо я так разорюсь. Что я еще могу загружать? Конопля, железо. Нет, железо нам необходимо. Печалька, ребята. Печалька очень даже большая. Дай я себе знать, когда придет время. 1500 золотых требуется, но наша экономика во-прежнему испытывает большие затруднения. С другой стороны, я практически ничего не строю. И... Дома у нас повышаются-то или нет? Ну да, домов не так же много осталось. Давайте мы, короче, по 30. Повысим немного налоги, чтобы жизнью этого не казалось. И посмотрите-ка, древесины. У нас здесь, походу, ребята просто не успевают все это добро обслуживать. Давайте мы, в общем, вот так вот дорогу сюда построим. Сюда тоже. Да, тут осталась всего одна контора, которая обслуживает в сероболовецкие эти фермы. Поэтому надо построить, наверное, дополнительный крытый рынок. Вот так вот сюда я его поставлю. Что там у нас, наш торговый корабль? Посейдонище. Давай ты заберешь, наверное, отсюда большое количество древесины. Так как сейчас уже реально пошел избыток, проверим, сколько стоит у нас древесина. Ну, минус 6. Минус 6 у нас баланс. Совсем немного осталось. Прибываем в порт. Давайте начнем торговлю. 180. Чудесно. Не, ребята, точно древесиной с ней торговать, конечно же, не имеет вообще... Еще есть время. ...никакого смысла. Ну вот... Вы могли бы поделиться парочкой караваев хлеба для бедных детишек? А, ковры появились? Шелк. Индиго. А что с коврами? Я же не построил ковровую мастерскую, чертовое дерьмо, а? Да, ковровая мастерская. Давай, стройся и давай начинай работать уже. Касаемо жителей... Хорошее это было решение в ваш город переехать. Ну и что, пойдете вы повышаться? Да, я совсем забыл, что надо налоги понизить. И тогда ребята пойдут в повышение очень хорошее. Да. Начинает у нас повышаться все это добро. Замечательно. Горожане приезжают, радуются. Ну, правда, вот деньги не платят, зараза, а? Я хочу побольше денег от вас, ребята. Я хочу больше денег. Так, слушайте, ну можно, по идее, построить еще канатные мастерские и канатами торговать вообще окончательно, да? Так как мы видим, что всего 6 канатов. Сколько нам приносят? 324 золота. Это довольно неплохо, учитывая, что это... Теперь вы можете строить новые здания. Не знаю, тридцаточку этих продавал. За такие деньги маленькие, да? Ну что, теперь... Можно, по идее... Давайте построим еще одну канатную мастерскую. Почему бы и нет? Тем более, какая у нас ситуация с коноплей? Конопли постоянно не хватает. Другой стороны тряпочек очень много появляется, да? Поэтому давайте мы что сделаем? Построим конопляную мастерскую... Ой, конопляную плантацию. Размещаем здесь поля. Вот так вот, да, проводим сюда дорогу. Даже, наверное, каменную я сделаю. И, соответственно, дополнительный канатный цех, на котором, естественно, не хватает денежек. Но канатами торговать вроде выгодно. Во всяком случае, это не тридцать там древесины, которые за 108 золотых продаются. Это, конечно же, вообще полный бред. Именно так! Все, строим канатный цех. А у нас работает одна контора. Вторая контора. Но я думаю, что он не сможет так эффективно прям обслуживать. И нам понадобится построить еще одну. Еще один малый крытый рынок, да. Ну, вот этот товарищ уже сможет справиться со своими обязанностями. Да-да-да-да-да. Древесины, правда, очень много. Можно знать, что сделать. Добавить все-таки в торговый путь. Добавим древесину. Где-то, наверное, по десяточке тонн. И десяточку мы, соответственно, будем разгружать. Десять тонн древесины у нас пойдет в разгрузку. Все, замечательно. Какая ситуация с коврами. Ковры вы здесь есть. О, десять ковров, ребята. Десять ковров, это круто. Поэтому возвращаемся сюда. Ну и, в принципе, потом вот этот корабль, посейдон, его можно будет использовать как чисто для поставки ковров в то поселение. Запасы воды истощаются. На малой норне уже запасы воды истощаются. Да, семьдесят восемь, поэтому пополняем ее запасы. А вторая норня, как себя чувствует? Здесь пятьсот девяносто восемь требуется. Шестьсот. Постоянно идет на повышение. Шестьсот четыре. А мне все денег не хватает. Все. Я могу, по крайней мере, не париться по этому поводу. Ну и как там работает наша канатная мастерская? Работает на девяносто два процента. Очень хорошо. А вторая? На сто процентов. Ну все, канаты будут. Будем жить, ребята. Как говорится. Наш корабль прибывает сюда. И я забираю свои ковры. Переводим их к визирю. Да, к визирю ведь надо. Да, восточный военный корабль. На ковры. Слушайте, коврами торговать вообще очень круто. На мой взгляд. Вы пришли за кораблем? Да. С благословением Аллаха вы победите Хасана бен Сахида. Слушайте, круто, Багира. Ну в общем, пока что у нас Багира... А, 1600. Слушайте, коврами торговать вообще супер. Как по мне. Давайте мы сюда дополнительно эти построим. Как их там? Плантацию Индиго. Плантацию Шелка. Прошу прощения за это недоразумение. Слушай, дружище, я тебе этих ковров... Ты там просто будешь купаться в своих коврах. Я тебе отвечаю. Блин, я опять накосячил с плантацией. Ну ладно, ладно, ребята, простите меня. Простите меня, пожалуйста. Так, плантация Индиго. Тут уже надо хорошенько постараться. Все. С плантацией Индиго я справился. Проводим дорогу. Крытый рынок можно, в принципе, даже повысить. И камня не хватает на повышение, да? Ну, значит, какой у нас план? Мой корабль по Сейдонище возвращается обратно в Эльфенбург. Багира, Багира, Багира. Слушайте, какой красивый корабль. Правда, 60 золота требует за свое содержание. Это очень неприятно. Тут уже Патриции вовсю тусуются, я смотрю, да? Счастливые Патриции наши. И древесина. Древесина повышается. Значит, что мы делаем? Наверное, будем 13 тонн древесины продавать. Так вот, да. 13 тонн древесины. Вот хочется выровнять, чтобы прям все было в тютельку в тютельку. Сколько готовится, столько и отвозится. А, тут еще, видите, корабли наши постоянно ждут прибытия. Это не очень хорошо. Ладно, мы здесь что делаем? Загружаемся инструментами, загружаемся древесиной на всякий пожарный. И забираем еще немного камня. Все, отлично. И возвращаемся обратно. Ну, а Багира, Багира я уже буду так торговать. То есть, механически. Берем сюда 40 железа. 40 рыбы. И переходим в гости к Альзахиру. А потом я уже кого-кого-кого? Нашего Посейдона добавлю в торговый путь, чтобы он продавал ковры. И тогда все будет хорошо. Все, вот он, соответственно, здесь у нас появляется. Разгружаем инструменты, разгружаем все это добро. Малый крытый рынок повышаем. И строим дополнительный, дополнительный ковровую мастерскую, дополнительную строим. Вот так вот, да. Здесь у нас какая эффективность? 100%? Все хорошо. А сколько ковров? Ковров 6 штук. Ну, давайте тогда... А чем еще можем торговать? Финиками и специями? Слушайте, а что он? Фуловым что ли уже? Да, смотрите, мы уже даже корабль-то фуловым загружаем. Поэтому давайте проложим маршрут. Так, так. Здесь мы будем загружать ковры полностью. Специи, наверное, штучек... Штучек 10, чтобы хватало. Ну и, соответственно, здесь разгружаем ковры, разгружаем специи, добавляем корабль, посейдона. Все, давай, дружане, в путь работать. А прибывает еще наша Багира. Вы изошли по торговым делам. И продает здесь всего этого добра на неплохую такую сумму. Касаемо, касаемо, касаемо канатов. Канаты есть. Специи 57 штук. Очень много. Еще есть время. Да, время я понимаю, что есть. Так, я только посмотрю, сколько я уже записываю. 26 минут. А, ребята, ну давайте мы на этом закончим, наверное, нашу серию. С вами был Диодан. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, ждите новых выпусков. Всем пока-пока.